Всем привет, друзья, с вами я, Трипл, и как вы уже поняли по названию, сегодня речь пойдет о списании игровой валюты у большого количества игроков в GTA Online. Да, я знаю, что по-хорошему об этом нужно было снять видео еще 2-3 дня назад, но тем не менее, лучше уж поздно, чем никогда. Как ни странно, ролик получился довольно коротким, но крайне информативным, поэтому с вас лайк, подписка, ну и само собой нажмите уже на этот долбанный колокольчик. Посмотрел недавно свою статистику и понял, что он активирован лишь только у 15% моих зрителей. И это довольно печально, поэтому, друзья, если вы вдруг пропустите какой-то ролик, потом не удивляйтесь. А вот если бы вы нажали на колокольчик, вам бы приходило уведомление о новых видео на телефон, и пропустить его было бы практически невозможно. В общем, что-то я довольно сильно затянул это вступление, поэтому давайте не будем терять ни секунды и приступим. Начать хотел бы с предыстории. Не так давно, насколько мне известно, лишь только на Xbox One и PlayStation 4 был крайне имбовый глич на фарм игровой валюты. На ПК, насколько я знаю, не работал, поэтому, как вы уже поняли, деньги списали лишь только у консольщиков. В общем, суть этого глича заключалась в бесконечном АФК в фарме бабла. Вы просто следовали определенной инструкции, далее по гличу приезжали в аэропорт, затем пешочком заходили в ангар, и в принципе все. Вашему персонажу бесконечно давали по 1000 долларов каждые 2 секунды. Рокстров выпускали различные фиксы, но игроки быстро находили обходы, и таким образом нагличили себе целое состояние. Кому-то было достаточно парочки миллионов, а кто-то умудрился нафармить себе несколько сотен лямов, просто-напросто не выключая приставку. Но, как вы уже поняли, спустя примерно неделю после финального фикса данного глича, Рокстер списали у консольщиков все незаконные деньги. Да, списание было именно той валюты, которую вы получили при помощи глича. Все, что у вас было до этого, Рокстер не трогали. С одной стороны, это правильно, нефиг нелегально зарабатывать бабки, но с другой стороны, Рокстер, вы сами вынуждаете игроков этим заниматься. Взгляните на свою экономику, машины стоят по 2-3 миллиона, а задания игроки получают плюс-минус 20 тысяч долларов. И, кстати, что самое интересное, предметы в игре, которые игроки купили на нагличные деньги, у них не удалили. То есть машины, одежда, маски, оружие, все осталось на месте. На будущее я хочу сказать игрокам, которые будут продолжать гличить, что деньги на двух ваших персонажах общие. То есть, как вариант, вы можете нагличить огромное количество денег, кинуть половину из них в банк, эта половина отобразится на втором персе, и далее за этого перса покупаем машины, заставляем ими наши гаражи, и потом, если вдруг опять спишут деньги, просто-напросто продаем эти тачки со второго перса, а деньги кидаем в банк. Но это так, чисто на будущее, для тех, у кого на основном персе слишком много любимых тачек и мест, куда можно поставить машины для дальнейшей продажи, попросту нет. В общем-то, друзья, как-то так, Rockstar всеми силами продолжают фиксить различные гличи, забирать нелегальные деньги, ведь для них самое главное это выручка, а когда игроки гличат, смысла во внутриигровом донате попросту нет. На этом у меня все, обязательно пишите свое мнение по этому поводу в комментариях, списали ли у вас игровую валюту, или эта большая волна уничтожения денег прошла мимо вас. Не забывайте про лайк, подписку и самое главное колокольчик. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании, а на этом уже точно все, до скорых встреч, друзья, пока.